Великое стояние 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 архивом. На протяжении двух с половиной веков Русь платила дань ордынцам. Как следствие, тысячи жертв, миллионы пленных и сожженные русские города. Разобщенность. В 1380 году на Куликовом поле была развернута знаменитая битва Мамаева побоище, но окончательное свержение татаро-монгольского иго произошло через сто лет, в 1480 году. Великое Стояние – это почти полугодовая военная кампания, положившая начало новой эпохи в истории московского государства. Мы знаем, когда татары шли на Москву, Иван III, великий князь, находился в колебании, но церковь вмешалась в эту ситуацию. И митрополит Геронтий, правящий митрополит в те времена, а также и духовник Ивана III, Васиан, архивистского Ростовского, они уговаривали Ивана III начать сражение, организовать хорошую, хорошо вооруженную армию для противостояния Ахмату. Иван III решается на сражение с Ахматом. По благословению Васиана из Владимира в Москву переносится чудотворная икона Божьей Матери Владимирская. Русский народ стекается в Кремль и днем и ночью совершает молитвы. И 26 октября уже наступили лютые морозы, выпал глубокий снег, и у Ахматы были проблемы уже с продовольствием. Лошадь слабели, потому что уже не было травы, она была под снегом. Более двух с половиной веков Русь была подвластна татарам. Православные князья ездили к варварам на поклон, чтобы получить право на княжение. Многие не возвращались и были отравлены или зверски убиты. А началом этого горестного бремени Орды являлась битва при Калке. Калка и была одной из первых работ, в которых Павел Рыженко заявил о себе как художник-баталист. По историческим сведениям, весной 1223 года 30-тысячный отряд татар-монголов встретился с русской дружиной. Русичи были разгромлены и унижены. Варвары разбили шатры и пировали на еще живых телах пленных русских воинов. Об этом и повествует полотно художника. Место, где происходило сражение прикалки, сегодня находится на территории Донецкой области, близ Мариуполя. А это значит, что в современном мире все повторяется. Вчера к нам приезжала девушка из Луганска и сказала, несмотря на то, что совершаются обстрелы этого города, храмы пустые.